Привет, народ! С вами снова я, Евгений Пугач. Сегодня будем говорить о бариатрии. Конкретно тема нашего видео называется «Так. Я собой недоволен и надо с этим что-то делать». Это я все говорю о бариатрических операциях. Вы уже осознали, что вы хотите делать эту операцию бариатрическую, не знаете, какую выбрать. Я вам попробую помочь с выбором немножко дальше. Если вам это интересно, то посмотрите видео чуть позже. А лучше смотрите каждое видео от А до Я, от первого, и второго, третьего и так дальше. Да, у меня есть плейлист, как вы уже знаете или видели с моими старыми видео. Можете посмотреть, там тоже есть много ответов на разные вопросы. И прежде чем мы начнем, я хотел вам сказать, что у нас есть группа на WhatsApp. Можете кликнуть и присоединиться к ней, где мы все общаемся. Я там тоже, естественно, общаюсь. Поэтому присоединяйтесь, смотрите, слушайте и задавайте ваши драгоценные вопросы. Теперь мы решили с вами делать бариатрическую операцию. Супер, я вас поздравляю. Как вы знаете, я сделал две операции. Вначале это был слив, так сказать, резекция желудка. И примерно через 10 лет после этого, 2 года назад примерно, я сделал шунтирование, потому что моя первая операция просто поломалась. Это нормально, это статистика. Будем с вами про это немножко позже говорить в других видео. Сегодня же мы с вами поняли, что надо что-то делать. Понимаете, желание сделать бариатрическую операцию, это еще не значит успех. Это где-то процентов 40 успеха, потому что вы таки решились на это. Но что вас сподвигло? Я пошел на эту операцию, потому что я себе не нравился. Я не нравился такой здоровый. Было просто ужасно. Это видео мотивационное, мне его немножко, знаете, трудно записывать, потому что это личный пример. У меня сценария нигде нет. У меня каждое видео это экспромт. У меня есть, естественно, тема, видео, которое я хочу снять, но все остальное это экспромт. Так вот, надо что-то делать. А что делать? Вот я знаю, как говорится, тот сделал, та сделала. У того все хорошо, у той все плохо, не выходит и прочее, прочее, прочее. Понимаете, бариатрическая операция это не волшебная палочка. Но, 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 но. Это громаднейший толчок для того, что когда вы увидите, что произойдет, а у вас произойдет после операции, месяца через два-три вы увидите, у вас колоссальное количество веса уйдет, и вам просто, вы будете рады и счастливы. Ну, теперь, надо сделать что-то с этим. С вот этим вот желанием, хочу, не хочу, могу, не могу, а что скажут, а что подумают. И вот эти вопросы, они вам мешают. Что еще нам очень сильно мешает в принятии решения? Это одна вещь, что у нас сегодня мозг с вами замусорен. А чем замусорен? Замусорен слишком большим количеством информации, которую вы черпаете из интернета. Из ютуба того же самого, из гугля, разные форумы. А основная вообще проблема, я буду про это говорить немножко позже, это вот эти вот сами бариатрические хирурги, которые выставляют свои ролики, делают просто себе пиар, рекламу такую. Мы супер, у нас все хорошо. Ребят, нет такого все хорошо. Вы видите конкретные ролики людей, у которых все получилось. И все супер, и все в розовых очках. Это иногда не так. Но, понимаете, когда вы не сделаете первый шаг, вы не сделаете эту операцию, вы не узнаете, не поймете. Я знал очень много людей, у меня были в группе, очень много человек в свое время. Я ее закрыл, ее сейчас открыл заново. У меня было очень много человек, и я видел конкретные вот люди, у которых не получалось. И не получалось у них не потому, что они не хотели, чтобы у них не получалось, они не хотели слушать. Ребята у нас в группе, я конкретно, они нас спрашивали, что не так? Вот мы едим так, 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 что не так? Мы конкретно им объясняли, что делать. Ну, есть такие люди, которые не хотят слушать никого, хотят слушать только себя. Я самый умный, все вокруг дураки, но буду делать все равно по-своему. Это один подход. Иногда это работает, но в большинстве случаев это не будет работать, понимаете? Почему вообще успешна компания Гербалайф, о которой я не очень сильно люблю говорить, о каких-либо компаниях вообще? Нет, это не реклама Гербалайфа ни в коем случае. У меня есть несколько хороших друзей, которые работают там продавцами, у которых есть свой бизнес, они на этом зарабатывают, довольно неплохо зарабатывают. Я понял их фишку, они меня не объяснили, понимаете? Когда вы одиночка, вы можете добьетесь каких-то успехов. Пока вы одиночка, будет что-то. Но когда вы в группе, это сила. Что у них происходит? Они каждому человеку дают прилив энергии. Они говорят, вот ты самый лучший, ты можешь и прочее, прочее, прочее. Понимаете, когда люди находятся в группе, и поэтому я вас прошу, кроме того, чтобы поставить лайки и подписаться на мой канал, я прошу также присоединиться в группу, потому что там мы вместе. И мы можем делиться нашими успехами, нашими неудачами. Это нормально, мы люди. Для этого есть группа. Когда человек находится в группе, результаты его гораздо круче. Так вот, мы просыпаемся в один прекрасный день, смотрим в зеркало, и видим, что, блин, что это такое кусок сала? Нам это не нравится, мы это не хотим видеть. И надо с этим что-то срочно делать. А что делать? А что делать? Вот эти вот дилеммы, вот эти вот качели, хочу-не хочу, скажут-не скажут. Ребят, мы живем сегодня в 21 веке. И лично мое мнение, да мне похрен кто что скажет. Мое здоровье и моя жизнь в моих руках, а не в руках тети Васи, дяди Коли и прочих, 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 прочих. А что они скажут? Бред сивой кобылы в лунную ночь. Они не на вашем месте. Они, скорее всего, худые, да, а вы, скорее всего, нет. Знаете, я вам придам немножко ментальный толчок, давайте спрошу у вас такую вещь. Сколько вы знаете людей в возрасте с большим лишним весом, как примерно сейчас у вас? Ну, сколько вы знаете? Посчитайте. Я говорю, я не говорю про людей, которые 45-50 лет, для меня это еще молодые ребята. Я говорю про 70, про 80 лет. И дальше. Знаете ли вы хотя бы одного жирного чувака? Или чувиху? Ну, или тетку? Или мужика? Еще раз, я извиняюсь за качество моего русского языка. Я вырос в Израиле, и русский для меня это второй язык. По большей степени. Мой основной язык иврит, я говорю на иврите. Ну, русский какой есть, такой есть. Как говорят, что выросло, то выросло. Поэтому я лично не знаю таких людей. И что делать? Принимать решение? Да, нет. Все зависит от вас. Просто подумайте о том, что я сказал. Знаете ли вы кого-то в возрасте? И хотели ли вы дойти до возраста? Хотели ли вы избавиться от ваших болячек? От боли в коленях? Знаете, я скажу даже больше. Я забегаю вперед. А вы знаете, что после бариатрической операции, когда вы скинете вес лишний, у вас таки появится половая жизнь? Вы сейчас скажете, женек, ты о чем? У нас она есть. Это не половая жизнь. Это бой двух якозун. Поверьте мне, ребят, это не то. Это не то. Я буду рассказывать, я уже в прошлых видео, у меня есть плейлист, там есть старые видео, там я рассказывал про интимную жизнь после бариатрических операций. Ребят, вы приобретаете гораздо больше. Что вы теряете? Ну, вы теряете одно, то, что вы не сможете много жрать. И есть одна фраза, которую я пытаюсь людям объяснить, и мне трудно ее объяснить. Фраза очень простая. Мы кушаем для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы кушать. Поверьте мне, этот вот стакан, это будет скоро для вас ваша дневная, не дневная, извиняюсь, ваша норма одной пайки еды, одной трапезы, включая супчик или борщик. Хотя я вообще, как и израильские диетологи, против супчиков и прочей такой штуки, и жидкой еды после операции, я не говорю на первых сроках, я говорю про полгода и выше. Я буду про это рассказывать чуть-чуть позже. Это будет примерно ваше количество еды. Не на весь день, на одну трапезу, а трапезы защищать будете каждые три часа. Поверьте мне, это того стоит. Когда вы выезжаете с друзьями делать шашлыки, нет проблем. Кушайте, но не кушайте, блин, и не надо кушать килограммы, просто килограммы. достаточно скушать два кусочка, ну, три кусочка с разницей во времени. Крылышки те же самые, вы же скажете, жирные, похрен. Два крылышка, ну, три максимум. Это если нажраться, и не сразу. Поверьте мне, у вас появится гораздо больше своего времени, и, как мы говорили, надо что-то делать. Так вот, делайте. Вы уже приняли решение, скорее всего, и вы думаете, делать или не делать, и что-то надо делать, надо, для того, чтобы жить. С вами был Евгений Пугачев. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok